Мы сейчас находимся в городе Невиномыска, 28 градусов, настоящее лето, капец жарко, я уже забыл, что это такое. Причи, машина, я тебя очень прошу. Давай, 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 пусть поработает, согласен. Мы сейчас на Кавказе и хотим исследовать еще какие-то места, которые не видела Катюха, Донбай, Курзук, Верхнюю Балкарию. Ну и я не буду, знаете, сейчас записывать влог в режиме вот тревел-путешествия, больше лайва. И, конечно, я вам расскажу все новости, которые у нас происходили за время, пока я отсутствовал на ютубе. У тебя соски видны, чуть-чуть. А, она мне все равно один фиг не слышит. Отирает букашек-таракашек. Слушайте, я, наверное, не буду тратить время и сбегаю, наверное, магнил. Где-то он, ну, там, по-моему, нахуй. А, вот, пятерочка есть. Давай, пока ты вот этим всем занимаешься, я сбегаю. Че купить, воды? Слушай, да я через минутку закончу, может, вместе сбегаю? Вот так вот мы прокатились все в мошках. Ну, если будете спрашивать, что снова поехали на Кавказ, у нас не очень большой выбор был. Потому что большую часть зарплаты сейчас тратим на другие вещи. Расскажем об этом чуть попозже. Ну, опять же, знаете, есть люди, которые в Сочи 25-30 лет подряд ездят, и им по кайфу. Вот мне так же Кавказ притягивает. Закрывать все, идем. Пятерочка выручает. Может, здесь можно кипяток взять? Нет, тут только кофе. Очень жаль. Ладно, если что, я потом в кафешку сбегаю. Так, че нам нужно? Воды побольше? Вот есть святой источник. Может, отсюда его прям дернуть, блок, и все. Я не заметил. И че нам еще нужно? Ну, хочу измешку пневмоназик, не знаю, холодный. Не-не, не хочу, я воды хочу. Тогда все. Там все очень жарко. Ну, нам очень чего-то. Да так пойдем на кассу. Все. Семечки не хочешь? Дорожку взять? В машине нет. Ну, вон. В твоей, да, машине? Ух, еще из новостей. Я теперь не единственный водитель. Катюха меня вчера возила, и я спал в первый раз в жизни. Блин, это же пасхал. Я совсем забыла. Нам обязательно нужно... Блин, они пятерочки невкусные. Слушай, мне вообще они везде практически невкусные. Мне единственный раз, когда понравился кулич, это от палыча. В остальном, блин, не знаю, какой-то суховатый хлеб не мое. Ну, вообще, возможно, мы где-нибудь встретим каких-нибудь бабушек, которые продают себе... Здесь вряд ли. По дороге где-нибудь? Да не, вряд ли, вряд ли. В деревнях? Нет, вообще никак. Пойдем вот в эту кофейню. Утром тоже снимаешь? Да. Я просто тебе хотела сказать, не на камеру, то что утром каждого дня у нас будет особая процедура, таблетку разрезать. А, это ради бога, ради бога. Да, Катя витамины пьет, закрывает. Может быть, сюда, кафе? Ну, давай. Я просто не сильно голодный. Может быть, из-за того, что жарко. Очень непривычно. Тело начинает моментально потеть. Вообще, не понимаю прикола. Там продаются сырники, но при этом нет ни сметаны, ни сгущенки, ни джема. Ой, как хорошо-то, а! Фу! Смотрите, какую кружку у меня котелку купила накануне, потому что свою черную я забыл на работе, когда езжу в офис. Вот тут у меня в нише кофеечек. Вот видите, да? И сахар. Я это все в кружечку намешиваю и пью по дороге. Я записываю, как делаю кофе в походных условиях. Кипяток я, кстати, в этом кафе и взял. Кофеё готов. Маршрут построил. Ехать нам 3 часа 17 минут. Я немножко себе переборщил с кофе. Будет крепкий. Когда выйдем куда-то на трассу, буду херачить по 200. Состояние? Энергайзер будешь? Да, нет, оно как-то по-другому называется. Мандраже. А, мандраже. Мандраже, когда кофе напился и все. А если ты вспомнил твое словосочетание на реактивной тяге, но это обычно ты про другое. Это обычно ты про туалет говоришь. Мандраже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА выехали из Невиномыска достаточно быстро город небольшой и сейчас заехали в Черкесск такой перевалочный пункт потому что отсюда можно и на Донбай и верхнюю нижнюю мару посмотреть прикольная дорога я об этом неоднократно говорю но я думаю что в этом автопутешествии мы обязательно прокатимся очень красивые места можно взять опять же в Черкесске какой-нибудь еды и рвануть в горы адаптивно будем двигаться у нас нет никакого плана сижу в шортах мне прям кайфово конечно на Кавказе не очень любят мужчины которые ходят шорты здесь еще лан прием вот Дагестане придется штаны здесь мы же видели девчонки в короткий это не Виномыска это самое начало вот в Дагестане я просто даже видосы видел там замечание поскольку я все свои топики переодену на футболке там увидели здесь горячий хлеб зайдем посмотрим может быть что-то перекусим овощи я ничего вкусного там не мы потихоньку въезжаем в горную местность село важно знаешь что я хочу сказать это какая-то напасть каждый раз когда мы едем на Кавказ у тебя начинаются женские дни блин что это вообще и почему это каждый раз так и совпадает надо сейчас остановиться пожалеть тебе немножко блин вообще постоянно такое конечно не знаю кому это будет интересно я беру свой найс и надо будет выпить потом обязательно обязательно я думаю что чуть подальше найдем какое-нибудь уютное местечко ты там выпьешь таблетки и начнешь записывать свой влог это еще кстати к чему я сказал то что когда не очень хорошее самочувствие то мотивации снимать но особо нет потому что тяжело на живот болит все тянет по нему я тебе жалко прям есть еще мечта в этом автопутешествии чтобы мы немного под загорелим а мы находимся сейчас знаете где населенном пункте сары тюзы какую-то дорожку новую увидел дай прокачиваюсь она конечно не очень классного качества и узкая но вы же знаете меня всегда так интересно что-то новенькое что-то снять не забыть что-то показать рассказать это такой кайф это просто ты не как блогер обысках человек отдыхает именно поэтому я взял с собой sony x3000 потому что не хочу заморачиваться на не очень легко снимать она маленькая кнопочку быстро нажал чё-то подснял да я вообще считаю что тебе надо будет снимать когда ты себя уже будешь нормально чувствовать потому что блин не знаю если бы у меня болел живот я вообще не снимал у тебя внимание переключается да вот эту боль ну и плюс при этом ты в автопутешествии тебе очень хочется все порасглядывать порассматривать красиво сделали забор из камышка красивый это было сорока я так давно так давно сорок не видел такая у нас планета красивая такой кавказ обалденный я вот моря не так сильно люблю как горы это не откровение конечно не любая природа нравится просто разнообразие моря океаны и горы поля все все люблю потому что потому что вот на пхукете я тоже кайфанула я там увидела столько растений новых которые в нашей площади растут мне прям очень понравилось ну и здесь здорово не знаю везде классно вообще хочу всю планету посмотреть жаль у нас нет такой возможности мы не во все места можно попасть потому что я понимаю что наша планета разделена на всякие страны но все равно я такого мнения что раз мы родились на этой планете мы можем везде бывать мы можем все смотреть я смотрю катюха залезу на водительская да 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 все окей типа ты хочешь дорог нет я хотел отъехать если другие заправляться и ждать тебя где-нибудь освобождаем у меня немного 12 литров получилось все да выпей таблеточку все началось жалеть тебя скоро все пройдет вот буквально мы туда доедем и уже таблетка подействует и будет все хорошо обещаю все давай садиться привет 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 у нас только пожрать ничего нету я не буду гладить потому что у меня аллергия на собак все поехали катюш давай песик покеда сейчас 07 остался всего ничего вообще я думала да прокатиться тут еще не везде даю хочу чтоб ты понаслаждалась новое место и так далее дам еще тебе прокатиться не переживай вы ебались жарко жарко вы получите дожди о нихера си он вылетел конечно молодец да я здесь путешествовал много лет назад вот этих всех заборов не было минус в том что ты не можешь подъехать если видишь какое-то красивое место но с другой стороны есть местные которые залетают конечно повороты порой со свистом визгом это прекрасно знаете это безопасно да такая для них скорее чем для нас потому что мы достаточно спокойно едем вот тут населенный пункт я еду 70 нормально и они даже порой в населенных пунктах 120 херачат как ты себя чувствуешь дружочек пирожочек у меня схватки ну как сказать меня это схватывает болит и потом отпускает на минуту потом опять схватывает и отпускает но я говорю я же найс выпила буквально еще минут десять и должна отпустить окончательно потому что найс это великая вещь и она прям помогает решил тормознуть потому что все видео практически снимаю из тачки мы находимся в верхней тиберде здесь безумные виды конечно друзьям город 360 заснеженные зеленые там они в дымке все что хотите сейчас катя там немножечко под водички настроится и поснимает видео еще я вам хотел показать вот это поле тут лошадки симпатяшки такие катя поделала несколько фотографий ну а я вам видосик сниму там и мелкие есть и взрослые особи очень-очень прикольно fantastic выgtiles ты такой красивый кадр с машиной можешь снять тоже нет ты с д Pepsi create я очень-очень симпатичная ну а я но вам может permitir مة Нам осталось 19 минут до населенного пункта. Катя говорит, что здесь сказочная дорога. Соглашусь. Некоторые не выдерживают моего темпа, потому что я наслаждаюсь. Ты там здесь 40, ты едешь здесь 40? Ну да. Ну разве это местных останавливает? Им хочется побыстрее. Они на это все уже сто раз посмотрели. Сделали остановку возле реки Умурджу. Тут есть прикольный водопад. Это визитная карточка для дороги. Ну что, как вам? Мне косточек красиво. И тут так прохладно. Потому что она быстротечная. Мы сейчас немного вверх поднимемся. Посмотрим. Еще вида поснимаем. И поедем дальше. Тут прям лесоповал какой-то. Я такого не видел. Так, куда бы нам подойти? Да, давай еще чуть повыше. Там грибы. Это грибы. Это грибы. Еее. Подняли. Что-то хладно смотрим. Надеюсь, слышно меня. Потому что шум реки вообще перебивает все. Приходится напрягать. Достовые связки. Ну и много людей здесь набирают воду. Чтобы попить потом. Да, вот тут прям раздон вообще. То, что надо. Высота здесь 1368 метров на уровне моря. Что это свиньи? Вот скажи мне, пожалуйста. Вот такая красота здесь. А вот это зачем все? Не забуду. Дочки красивые. И рядом, конечно, насрано. Сволочи. Ну ладно, погнали. Нет, я. Я наслаждаюсь. Че ты? Я катюсь, просто говорю. Ну зачем тебе за руль? Смотри. Квоточки делай. Смотри. В следующий раз. Приехали поздновато, фуникулеры не работают Сходили на мини-рыночек Поэтому взяла носочки для моей мамы за 200 рублей И думаем, как поступить Либо переночевать здесь, в машине, в отеле, не знаю, как-то И с утра уже скататься на фуникулерах Или что-то еще придумать Давайте вам покажу, как Дамбай окружен горами Ой, Катюха, извини, пожалуйста, извини, я ее задел Знаешь, что я хотел сказать? Что вот за этой горой прям строго находится Абхазия Есть отель Горский дом, Снежная королева Ну, есть недорогие, есть дорогие варианты, так смотрю Просто мы сегодня приехали, не успели на фуникулеры Да я уже рассказал об этом Может быть, переночуем и все-таки прокатимся Сейчас подумаем Ну, давай сходим туда, не знаю, кунькидой посмотрим Для начала Кстати, как мы видели, там эти машины припарковали На второй этаж, там веранда такая, там можно покушать Сейчас посмотрим, вот этот домик Интересно Как там Если будете захотеть, желательно Не вопрос Снимем Ой, прикольно Ой, симпатично здесь Наверху матрасов спалить просто Да, красиво И тепло, да, здесь так смотрю Мне принесли еду и Кате Но есть мы пока не можем, как обычно Тихо идет съемка Быстрее Я голодный, как взял Хорошо? Или не очень? Тогда я тоже буду инстаделать Покажу всю еду Обалденно Медальон и кайф Я попробую У меня еще не скользилось Но это уже шашука с курицей Котер Пьем витаминки И едем в путь дорогу Поедем в сторону Карачаевска Переночуем Дальше по Верхней и Нижней Маре Далее Верхнюю Балкарию И завтра заночуем во Влавике Сейчас столько сторисов мы выкладывали Прикольных Да, все они так нравятся А, он еще в загрузке, да? Да, еще в загрузке Вот Кофе-ку еще взяли Там, где припарковались Неплохо Не, ну вкусный Конечно, не такой, как у нас Растворимый Гораздо вкуснее Две кружки 570 рублей Не то, что мы жадные Но у нас целый пакет Столько стоит И причем мы покупаем Не дешевский у нас кафе Это же дело не в этом Изначально Из-за чего ты захотел взять пакет с собой Потому что Так же лучше В прошлый раз, когда на Кавказ мы ездили Иногда едем где-нибудь в горах И сейчас бы кофейку А в кофейне ты не везде встретишь А так мы можем на любой заправке Кипяток налить и себе кофе замутить Это да В этом и преимущество Ребят, сейчас такой пиздец был Извините за мат Но я по-другому не могу Мы встали у заправки Роснефт Разбираем тут чемоданы Все складываем Слышим Вот оттуда идет прельба Причем очень сильная Семь дней назад Здесь произошло резонансное убийство Какие-то в общем чуваки Убили полицейских И этих чуваков Тут уже неделю ищут И такое ощущение Что мы были свидетелями По сути штурма Катюха перепугалась Говорит давай быстро в машину Не бойся Еще главное Я слышу то, что там уже автомат на очередь идет Он такой Это петарды Я сначала думал, что это свадьба А потом говорит Это свадьба Сначала петарды, потом свадьба Говорит, автомат Не-не-не Я когда услышал взрывы Либо это РПГшки были Которые раскалывают Просто дом Либо это гранаты были Очень громкие До сюда шумовая Вот эта волна долетает Я думаю, нихуя себе Это явно не петарда Они с такой силой не херачат И потом, буквально через 2 минуты Мы видим, несутся тут Блин Все, которые были И они, короче, заворачивают Вот, видите, щит, да, Лукоил Там чуть дальше Откуда мы только что выезжали Да, мы оттуда только что выехали Причем приехали в темноте, там ни одной машины кроме нас не было Мы единственные ехали по всем дорожкам И они туда же и поехали Значит, чуваки там прятались Да, возможно Нас защищает картонная полиция, если что, да? Да Возможно, вы не понимаете, о чем речь И в чем шутка Но вот за фонарем Картонная полиция Ой, я пойду один Все, Катюк, не может Почему мы трясли? А вот они, кстати, оттуда и повернули Да Да туда вообще все, по-моему, поехали Короче, надо заходить на рядовку и смотреть Потому что через какое-то время по-любому появится инфа Скорые Бля Либо там реально штурмовиков кого-то задело Либо за трупами Непонятно Они обещают направо, да? Все И они направо Да, все направо Еще кто-то направо едет Они все туда Полиция у нас туда выезжает Полиция выезжает Нет, это полиция Полиция А мы еще, главное, по тем темным дорогам ездили И с Андреем шутили, убирали Типа, давай здесь ночевать Ну, мы бы там не ночевали сто процентов Нет, там жуть была Да, просто мы прикалывались Типа, ну да, лучшее место, чтобы ночевать Ни одного фонаря, ни одной машины Просто безлюдное место Ну, конечно, мы боимся в таких ночевать Мы искали, ну, заправку хотя бы освещаемую Чтобы не было страшно Мы реально там были 10 минут назад И больше не было никого Стревно, очень стревно Короче, ладно Я пойду у женщин еще спрошу Сиди в машине Тут выключены фары Сиди в машине, пожалуйста Мониторим тут новости И канале, короче, Черкесии В телеграме пишут о перестрелке Надеюсь, без жертв Не уверена Вот так вот И написано, перестрелка, мягко сказано Прям война целая Сейчас слышны сирены Может, это скорая Да, это оно Ну, мы прям вообще с тобой проскочили Только что там были Да До этой перестрелки Мы там были минут 10 назад Да Да И сразу сюда поехали Ладно, ребят В общем, встретимся завтра И продолжим наше автопутешествие Сейчас мы немножко переварим Что произошло Вот Но Я вам честно скажу Со стороны Тут все Достаточно страшно было Ну, серьезно Там просто Ну, ладно, короче Мужчина пишет Все понятно Я прям со двора Видела взрывы Звуки стрельбы Перестрелка Жесткая была Угу На два экипажа полиции Напали Это когда? Когда? В прошлый раз Или сейчас Напали Непонятно Да, задержись Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok